Как сообщил глава города, еще до инцидента районная администрация направляла комиссию в Барановский сельский округ. И местный житель с улицы Армянской, который и организовал сброс фекалий в яму, был наказан административным штрафом и обязался ее ликвидировать. Вместо этого, как оказалось, продолжал заниматься преступным бизнесом и принимать машины нелегальных осенизаторов. Теперь предстоит разбирательство, на каких основаниях был организован такой вот грязный бизнес. Если водоканал, а в данном случае очистные сооружения принимали по три тысячи за кубометр, то он принимал в два раза меньше. И естественно раз в два раза дешевле, значит к нему и повезли вот эти компании. Это наши предприниматели, которые все время добиваются права, чтобы их не проверяли. Чтобы их проверить, необходимо разрешение прокуратуры сейчас. Прокуратура дает разрешение только плановое, раз там в два года. Этой ситуацией и воспользовались черные осенизаторы и нечистый на руку местный житель Юрий Абрамян. По данным фактам уже инициирована комплексная проверка. По ее итогам, возможно, и уголовная ответственность. Это беспрецедентный случай в Сочи и на смягчение наказания осенизаторам надеяться не стоит. Также сегодня на экологическом совете была рассмотрена тема организации в Сочи системы добровольной сертификации на экоустойчивость. В первую очередь для гостиниц и объектов отдыха курорта. Было внесено предложение о включении в муниципальную экологическую программу концепции устойчивого развития сочинской курортной агломерации. А также говорили о придании ботаническому саду, расположенному на территории пансионата «Белые ночи» статуса особо охраняемой природной территории.